Пошли потихонечку назад Здесь входили и объявляли указатели Усилителей не было, микрофонов не было Поэтому причал, на всю Ивановскую Великолепно После этого он уже не устанавливался И стал великим На самом деле это еще большое Вся по периметру кремль 2200 метров Первый миссию, если я тёмно Забежали Это самое впечатляющее На выход Сейчас Давай выход съедим Став должны Сделали проезд У Казани есть такая легенда Выли ослеплены Сторожнее Сторожнее Даже Наполеон остановился Я бы сказал, что это не я бы сказал, это до меня сказано. И это тоже, что это не было. Майкл, все. Майкл, все. Майкл, все. Ахея вы тоже видите, что это был. Это был. Это был. Это был Куман. Мы хотим четко его переместить. И все эти помещения отдать под выставки, художественные произведения, телекультуру. Витератор. Витератор. Где состоялся парад? Снег, шон. Какие солдаты. В дорогу, в дорогу. Здравствуйте. Откуда вы? Откуда вы? Ну, вы приветствуете, что так развивается отношение между нашими странами? Да, конечно. Сказал Сергеевич, Москва ждет результата разговоров, переговоров. Вот надо поднажмите на президента, на меня вы... Ну, правда, у президента есть в своей стране нажим. Есть понимание, есть понимание в обеих странах необходимости нормализации, улучшения отношений. Как мы говорим с президентом, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки просто обречены на то, чтобы думать об улучшении отношений. Нельзя вести дело к тому, чтобы обострялись. Господин государственный президент подтвердить, что он такого же мнения. Будь представлены, что он имеет такую же мнение. Да, мы, конечно, это тоже мнение. Мы делаем это мнение. Мы хотим личность между нашими двумя народами. Мы хотим другить, между нашими двумя народами. Благодаря! Продолжение следует... После революции здесь с переездом правительства в Москву, здесь работал Ленин, Свердлов, и сейчас здесь расположен. Заседает политбюро здесь, правительство заседает здесь. Продолжение следует... Сейчас мы только подверг, и перестраиваем. Вот тут перестройка не имеет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я как раз говорил, что я очень уважаю русскую жизнь. Генерал-секретарь и я имею в виду, что это должно быть разнообразие между нашими друзьями. Вы очень смело и вы очень прочно передаете большую общество. Я хочу сказать вообще, что господин генеральный секретарь, я согласен в том, что должна быть... Что происходит? Просто держите место. Я могу только вот к этой части присоединиться, что сказал президент. Мне думается, то, что в последние годы происходит между нашими странами, это отвечает настроениям наших народов, я так думаю. Это так, да? Да! Женщины всегда активнее, но и мужчины. Матери и бабушки. Мы как раз говорили об обмене учениками, чтобы ежегодно наши ученики ездили к вашей стране и вашей стране. Это хорошо. Они будут уже в возрасте молодым познавать друг друга, ознакомиться, им жить долго. Очень хотел посмотреть дедушку Рейгана и дедушку Горбачева. А как тебя зовут? Как зовут? Алеша Филат. Алеша Филат. Алеша Филат. Ты узнаешь президента Рейгана? А ну пожми руку, пожми руку, пожми руку, поздоровай. Михаил Сергеевич. Алеша, Михаил Сергеевич. Где Михаил Сергеевич? Где Михаил Сергеевич? Путина. Путина. Те контакты, которые за последние годы сложились между нашими странами и нашими людьми, расширять их. И включать не только, чтобы это шло на политическом уровне между специалистами, но и студенчеством, молодежью, культурными организациями. Надо лучше друг друга знать. Вот мы встретимся с президентом, начинаем говориться, он начинает задавать вопросы и кое-что подвергать критике в нашей стране. Я тоже делаю самое по отношению к Америке. И я заметил, и я предложил президенту, что многое может быть и происходит от того, что мы мало знаем о наших странах. Мы договорились, давайте разбираться, давайте обмениваться. Я, например, президенту сказал, и он может подтвердить, что я не совсем далеко согласен, что он высказывает наш адрес. Мы свою страну, так сказать, знаем, и все ее достижения и проблемы. Если бы не было проблем, мы перестройку не затевали, но мы ордимся своей страной, это наша страна. Вот. Американцы гордятся. Дай Бог, мы приветствуем это. Каждый народ, тем более такие большие народы, вполне понятно, любят свою родину, отстаивают ее интересы. Но это не мешает тому, что надо жить в мире, сотрудничать, понимать друг друга и оставаться разными. Чего? Спор отрождается истина. Что же правило? Еще одна русская пословица. Товарищ говорит, еще одна русская пословица для президента. Правда, эта пословица имеет продолжение, что если споры кипят, то истина испаряется. Но до этого не надо давать. В этом диалог нужен. Открытый, честный, прямой диалог. Да. Но я думаю, мы сейчас с вами так сами занялись самокритикой, что у нас критика теперь президента, она уже слишком вялая. И мы лучше знаем и свои достижения, и проблемы. Я высказал президенту, что в Америке личному президенту не хватает самокритики. Ну, я ничего не придумал, так? Но пока не слишком уж далеко мы зайдем. А мы лучше вот так вот стояли. Хорошо. Спасибо вам! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...